Зелёное строительство в Казахстане. Фундамент есть? Хватит ли рабочих рук? Сегодня в наших странах тема экологического зелёного строительства стоит очень остро. Детально изучить вопрос, зачем соседним странам казахстанский опыт или у нас есть чему поучиться. В мире это большой тренд переходить на зелёное строительство. Сейчас сложилось понимание, что так лучше строить. Каково это жить в зелёном здании? Плюсы и минусы экологичной крыши над головой. Водоэффективное здание – это управление отходами внутри здания, это здоровая внутренняя среда. Зелёное строительство уже не просто тренд. Это стратегия, способная кардинально изменить ландшафт всей строительной индустрии Казахстана. Включаем экологику и пытаемся разобраться. Зелёное строительство становится неотъемлемой частью стратегии развития многих стран, включая и Казахстан. Цель – создавать экологически устойчивые, энергоэффективные и ресурсосберегающие объекты. В последние годы Казахстан активно внедряет принципы зелёного строительства в свою инфраструктуру и архитектурные проекты. Сегодня в наших странах тема экологического зелёного строительства стоит очень остро. Как вы знаете, Казахстан принял стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. И известно, что сектор зданий потребляет в настоящее время более 45% первичной энергии. Естественно, что здания – это серьёзный фактор на пути декарбонизации Казахстана. И зелёные здания относятся к проводникам достижения целей углеродной нейтральности. Дело в том, что строительство таких зданий сокращает углеродный след. И это является важным фактором в достижении климатических целей Казахстана. В Казахстане сейчас продвигают сразу несколько важных инициатив. Одной из ключевых программ стал Green Bridge. Масштабная стратегия, направленная на переход к экономике с низким углеродным отпечатком. Строительство зелёных зданий, применение возобновляемых источников энергии, а также внедрение инновационных технологий для уменьшения воздействия на окружающую среду. В настоящее время в Казахстане сертифицировано более 100 зданий различных систем сертификации. Среди них 55 зданий сертифицировано по национальной системе ОМЭР. Вы знаете, что Казахстан – это одна из первых стран на просторах СНГ, который внедрил собственную систему сертификации зелёных зданий ОМЭР. И мы сейчас активно продвигаем данный стандарт. В частности, мы с удовлетворением отмечаем создание некоторых стимулов для строительства таких зданий в Казахстане. Пример – это зелёная ипотека от Басыбанка или зелёная таксономия, которая включает в том числе и национальные стандарты. Один из основных принципов зелёного строительства в Казахстане – энергоэффективность. Зелёные здания в стране используют передовые технологии для минимизации энергопотребления. Это включает в себя установку солнечных панелей, системы вентиляции с рекуперацией, то есть возобновлением тепла и умный учёт потребления энергии. Зелёные здания потребляют меньше энергии, и эта величина сокращения может составить от 20 до 60%. И это серьёзный стимул для экономии коммунальных платежей, особенно в преддверии роста тарифов. И второй стимул – это, конечно, внутренняя среда зданий, которая является безопасной для человека, она является комфортной для проживания, для нахождения в офисе. Поэтому вторым стимулом является, конечно, забота о здоровье. При строительстве предпочтение отдаётся материалам, которые менее нагружают окружающую среду. Это могут быть переработанные материалы, древесина из устойчиво управляемых лесов и материалы с низким содержанием вредных органических соединений. Зелёное строительство требует как минимум соблюдения местных стандартов, включая сейсмологических стандартов. То есть это дополнительный механизм для того, чтобы убедиться, что здание соответствует каким-то стандартам. Зелёные стандарты идут чуть-чуть дальше, чем местные стандарты, по многим требованиям. С этой точки зрения, конечно, здание будет более безопасно, более надёжно. Стандарт – это просто инструмент. На самом деле, что получается, что строитель по-другому начинает относиться к зданию и строить по-другому. И люди, которые потом живут и используют эти здания, начинают по-другому использовать эти здания. Здесь не просто вопрос ужесточения каких-то правил и так далее, а именно сделать ментально другой подход и экономически другой подход к тому, как мы будем строить здания. Важной частью зелёного строительства является эффективное управление отходами на всех этапах строительства, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией объекта. Водоэффективное здание – это управление отходами внутри здания, это здоровая внутренняя среда. Также в обязательном порядке в зелёном строительстве применяют системы умного управления зданиями, используют возобновляемые источники энергии, а также инновационные технологии для вода и энергосбережения. Человек, проводя время в зелёном здании, чувствует себя по-другому. Он не болеет, он дышит свежим воздухом, и самое главное, что он вносит вклад в окружающую среду, потому что зелёные здания, как я уже сказал, имеют низкий углеродный след. По нашим расчётам, примерно зелёные здания ответственны за 30 кг СО2 на квадратный метр площади. Затем в сравнении обычные здания в Казахстане производят примерно 65 кг на 1 квадратный метр в год. Это серьёзная величина, чтобы заниматься этой проблемой. Как видите, практически в два раза можно сократить углеродный след. Есть несколько нерешённых проблем. Например, популяризация экологически устойчивых практик в среде застройщиков, проектировщиков и потребителей. Также важно обеспечить доступ зелёных технологий и материалов для широкого круга заинтересованных лиц. Основная проблема – это недостаточные стимулы для строительства. Дело в том, что энергия, особенно тепловая, в нашей стране, она в сравнении с другими странами достаточно дешёвая. И стимулами для строительства таких зданий остаются какие-то другие выгоды. Это выгоды в виде каких-то репутационных возможностей для компаний, кто строит зелёные здания. А выгоды от экономии энергии пока незначительны. Но мы все знаем, что правительство ставит задачу сейчас по обновлению инфраструктуры, сетей, источников тепла и электроснабжения. А это потребует роста тарифов. Поэтому мы считаем, что стимулы для зелёного строительства будут нарастать. В перспективе развитие зелёного строительства в Казахстане открывает новые возможности для экономики, окружающей среды и благосостояния общества. Казахстан сильно продвинулся в этом направлении. У вас есть национальный свой стандарт. Мы в Узбекистане только над этим работаем и хотим, так сказать, у вас опыта перенять и посмотреть, как мы можем это научиться. Количество зданий сертифицировано в Казахстане уже много. По сравнению опять с Узбекистаном, у нас это только-только начинается. Соответственно, посмотреть, как застройщики ваши, допустим, смотрят на это. И можем ли мы ту же самую аргументацию использовать в Узбекистане. Это был бы хороший опыт и хорошее знание для нас. Эксперты уверены, зелёное строительство способствует сокращению выбросов углерода. Созданию здоровых и комфортных условий для проживания также стимулирует инновации и развитие новых отраслей экономики. По основным, конечно, аспектам зелёности зданий, и это самый большой вес в нашей системе, уделяется энергоэффективность здания. То есть, чем более энергоэффективное здание, тем меньше выбросов СО2 это здание даёт. Ну и, соответственно, это самый важный аспект. Другие аспекты, которые также важны, это водоэффективное здание, это управление отходами внутри здания, это здоровая внутренняя среда, это комфорт внутри здания, достаточно света, тепла, свежего воздуха, что влияет на здоровье и самочувствие людей. Зелёные здания обычно имеют более эффективные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что приводит к сокращению расходов на энергию и снижению счетов за коммунальные услуги. Мировая практика показывает, что зелёное строительство, если начинать здание проектировать уже зелёным, оно не несёт дополнительных капитальных инвестиций. То есть там удорожание невысокое, если вы строите зелёное здание такого среднего уровня. Понятно, если вы хотите построить какое-то пассивное, автономное, суперзелёное здание, вам потребуются дополнительные инвестиции. Но то, к чему мы призываем, это внедрять недорогостоящие зелёные технологии, которые не будут сильно отражаться на стоимости здания. Надо понимать, зелёное строительство не просто тенденция, это стратегия, способная изменить ландшафт строительной индустрии Казахстана. Это необходимый шаг для создания устойчивого будущего, где природа и человек смогут сосуществовать гармонично. Включаем экологику.